Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Поговорим о бракоделах и, конечно же, их стриме. Ну да, явился Андрюша, отец организации, прародитель, и нужно необходимо провести стрим, собрать с хомячков дань на следующую недельку для того, чтобы было за что воплощать свои добрые дела. Ну и так, поехали. Первые несколько донатов повергли, конечно, бракоделов в шок. Там человек писал конкретные вещи в их адрес и, честно, не оставил меня равнодушной. То есть у меня улыбка не сходила с лица. На что у Андрюша был истерический смешок, а Игорёня, конечно же, сказал, что были бы вы здесь рядом, я бы поговорил с вами по-мужски. И вообще у него какая-то фенечка, фишечка со всеми разговаривать по-мужски. Игорёш, нужно следить за языком, потому что иногда можно так по-мужски поговорить, что самому нечаянно в больничке оказаться. Поэтому нужно понимать, что всё-таки, как бы ни было, вам прислали денег на ваши добрые дела. И следить, опять-таки, за своим языком. Дальше написали в комментариях, что хватит уже ваших лекций, проповедей. Ну, надоело, да? Рассказывайте по существу, коль вы вышли в стрим. На что Игорь ответил, если мне надо будет проповедовать, то я это буду делать. Конечно, Игорёша, мы так и поняли, что именно этим ты и занимаешься. Из ролика в ролик. А как по-другому растянуть время для того, чтобы заработать денег? Только на эти свои проповеди ты и способен переливать именно с пустого в порожнее. Далее, да? Задали вопрос, чем вы помогаете пожилому человеку? И вот они начали рассказывать, чем. И вы знаете, здесь я как раз согласилась с человеком, который задал этот вопрос. По факту ничем. Они приезжают, просто пилят контент, привозят там на 3 копейки каких-то фруктов, разворачиваются и уезжают. Реальной помощи и добрых дел никаких нет. По большому счёту уже осень, да? А воз и ныне там. То есть, бытовка без воды, без света, без верёвок, никак не подготовлена к зиме. И они не делают ничего. Даже сейчас они рассчитывают на какое-то временное муниципальное жильё для бабы Гали. То есть, деть её некуда. И очень правильно люди заявляли на стриме, да, что почему вы не заберёте бабу Галю к себе? Ведь вы её так любите, так защищаете. Это, кстати, курочка, которая несёт вам золотые яйца. Но эти все вопросы, конечно же, остались без ответа. Дальше Андрюша рассказал, что хейтер – это тот человек, кто обливает грязью. Товарищи, вы знаете, невозможно запачкать то, что чистое по своей природе. То есть, когда человек чист духовно, морально, внутри себя, его невозможно загадить. Ты смотришь на человека и понимаешь, что он излучает добро, да, и несёт это добро в мир. А когда это такие прохвосты, как вы, ну, простите, невозможно прохвостов назвать белыми и пушистыми. У вас, знаете, такое ощущение, что пробы негде ставить. Поэтому, товарищи, не пытайтесь казаться лучше на самом деле, чем вы есть. Далее, опять-таки, Андрюша с Игорёшей отметили, что мы не обзорщики, а сплетницы и интриганты. Мы сидим на диване. Вот здесь, товарищи, хочется с момента этого поподробнее. Перед тем, как громогласно заявлять о интригах и о сплетнях, вы хотя бы ознакомьтесь, что это такое. И вот как раз-таки мы, обзорщики-критики, критикуем ваши действия и издевательства над людьми, кого вы якобы в кавычках опекаете. Ну и дальше они, конечно же, сказали, что у нас собрано стадо дураков, которые пляшут под нашу дудку. Нет, товарищи, хочу сказать о провержении. Дураки как раз собраны у вас на канале, которые не видят никаких реальных и очевидных вещей. Не видят издевательства и вашей выгоды из каждого вашего движения. А просто так вы не делаете ничего. Вы постоянно на всём зарабатываете. Поэтому вы хуже нас. Ну как минимум раз в 10 и в 15. А во-вторых, по поводу сидения на диване, ну не судите по себе. И, кстати, можно даже уметь зарабатывать деньги, сидя на диване. А не бегая, да, и не огрызаясь со всеми везде и вся. Далее, да, ребята, что рассказали? Что пустили в дом Лилии Петровны. Документов у них нет, но впустили людей, чтобы дальше не растащили дом. Так как ушла стиралка с дома и, конечно же, холодильник. Вот здесь, ребята, мне хотелось спросить, где башка у этих товарищей? Во-первых, да, это всё было куплено за чужой счёт. И вот вы показали собственным зрителям, как вы неуважительно. Вы, в первую очередь, относитесь к их подарку. Потому что давным-давно это всё можно было перевести в тот же гараж, который, кстати, у Игорька есть. И чтобы это там хранилось в целостности и сохранности. И люди, кстати, вам об этом писали, что так некрасиво, так неправильно и не должно быть. Но, опять-таки, если бракодела себе по домам этого не растащили, то это всё расспёрли. Чья вина? Конечно же, бракодела. Потому что нужно было за всем этим следить и вовремя это всё убрать и спрятать. И, опять-таки, рассказали, да, что люди живут и чего, мол, в таком духе бла-бла-бла. С нами не связываются наследники. И вот здесь у меня возник вопрос. А кто вы такие, что наследники должны с вами связаться? Они ещё вполне по времени успевают подать документы в нотариат, либо в суд для вступления в прав наследства. И, опять-таки, если их несколько, и они не могут договориться обоюдно, то смогут только по истечению полугода подать в суд. А вы уже очень как-то опрометчиво поступили, когда заселили туда без разрешения посторонних людей. И прав, кстати, вы на это никаких не имели. Дальше, да, Андрей сказал, что, почему ему должно быть стыдно за то, что он сказал в адрес Сергея, когда ему написали комментарий. Действительно, Андрюш, стыд и ты – это две несовместимые вещи, да. Сидит здоровый Боров, который только буквально, да, два ролика назад засирал Сергея, как ни в чём не бывало, включает дурака. Ну, а дальше, ребята, это уже вообще пошло конкретное дно. Так, дальше признали доброделы, что, конечно, они не хотят, чтобы Баба Галя так рано от них ушла, они к ней привыкли. Андрюша, конечно, мы бы привыкли, мы так и поняли. Ведь именно благодаря Бабе Гале у вас есть просмотры, а то бишь деньги. Потому что ни одни другие ролики не набирают столько просмотров, как Баба Галя. Поэтому, конечно, вы её сейчас бережёте, как зеницу ока, продлеваете свои же доходы. Далее, ребята, Игорь отметил, что мы иногда шутим, но это не для того, чтобы кого-то унизить или оскорбить. Вы знаете, ребята, вот здесь я так и поняла. То есть, да, вдумайтесь, они шутят тупо и сами об этом признают, но не имеют никакого желания кого-то оскорбить и унизить. В этом, опять-таки, все бракоделы. И Андрей, да, как сказал в очередной раз, что он не понимает, чем он мог унизить Сергея. Он сказал правду и задал ему вопрос, откуда пришла часотка. Вот я тоже могу, Андрей, задать тебе много интересных вопросов. Откуда, например, и куда деваются деньги и посылки, которые присылают люди? Откуда и куда вы заявляете о себе, как о добрых делах, и при этом не вкладываете, не вкладываете ни копейки собственных средств в свой контент? И вы одни из единичных блогеров, кто именно так поступает. Но эти вопросы, конечно же, останутся без ответа. Ну, а далее, ребята, да, когда Игореша в очередной раз размахался кулаками, но какими-то виртуальными кулаками и сказал, что опять-таки поговорил бы по-мужски с тем человеком, который назвал Бабу Галю особью. Вот такой прям грозный, громогласный мальчик. Вспоминаем ролик с многодеткой, там, где он точно так же собирался с ее сожителем по-мужски поговорить, а потом в штаны навалил и быстренько этот ролик подчистили, быстренько. Поэтому, да, в этом все бракоделы. И для того, чтобы не чистить ролики, как минимум, нужно, значит, следить и фильтровать, что ты несешь в массы. Ну, а дальше, конечно же, пошел засер Сергея. То есть, Андрюша рассказал, да, что вы, Сергея, делаете святого человека. То есть, мы должны к нему заходить, руки целовать, ноги кланяться и слово не имеем права сказать. Вот вы знаете, ребята, это, наверное, самое мерзкое, что мог произнести этот типок. По той простой причине никто не просит, правильно, никого там преклоняться и ничьи руки целовать. Но такт, корректность и культуру поведения никто не отменял. И странно это слышать от взрослых людей. И опять-таки странно видеть, как люди шныряют по чужому дому и это все снимают. Вот это для меня действительно странно и, опять-таки, абсолютно непонятно. Ну, и, конечно же, громкие вот эти фразы, типа, что посеете, то и пожнете. Но вот, когда нечего сказать, переходят именно на это. И дальше Андрей сказал следующее, что если бы не Баба Галя, то сейчас бы, где был бы Сергей? У меня возникает такой же вопрос, товарищи, если бы не Баба Галя, где были бы сейчас вы? И как бы вы лично зарабатывали? Потому что старт вашего канала прошелся, пошел как раз-таки именно с Бабой Галей. Поэтому Баба Галя конкретно вам пополняет карманы, но никак не Сергей. А то, что люди присылают посылки, так простите, они их всем посылают, кого вы показываете. Вы же рассказываете слезливые истории и ждете этих посылок. Опять-таки, почему? Потому что вы же на этих посылках зарабатываете в первую очередь. Ну, ребята, опять-таки, дальше Андрюша рассказал, что всем послышалось за мат, а потом тут же сказал, что, а даже если бы он и сказал мат, то что в этом страшного? Ну, все мы все поняли, что мальчик в очередной раз переобувается на лету. Ну, а по факту стрима я все сказала, продолжение следует, буду прощаться со всеми. Пока, до новых встреч!